Ну а теперь предлагаю перейти к новостям экономики. У нас в стране в 2016 году ввели маркировку шуб. Это было сделано для того, чтобы бороться с контрафактом. И за первый год после введения этой маркировки шуб из теневого бизнеса вышло около 24% предпринимателей. В этом году в проект по маркировке попали другие категории товаров народного потребления, одна из которых – обувь. Потому что сейчас каждая третья продаваемая пара обуви в России – это контрафакт. Как с этим планируется бороться в репортаже Виктории Пильник. О маркировке товаров россияне впервые услышали в 2016 году. Тогда обязательную маркировку прошли меховые изделия и алкоголь. Позднее в режиме эксперимента прочипировали лекарства, изделия из драгоценных металлов и табачную продукцию. В 2019 году список пополнился. С 1 июля вступил в силу закон об обязательной маркировке обуви. Основная цель введения маркировки – это обеление рынка обувных товаров. Для потребителей, конечно, это будет плюс. Потому что если они будут видеть обувь маркированную в установленном порядке, то фактически на 100% они будут уверены, что это легально ввезенная обувь, либо легально произведенная обувь, если говорить о производстве здесь. И, соответственно, можно не волноваться за ее происхождение. Сама маркировка – это нанесение на товар чипа с уникальным двухмерным штрих-кодом. По нему отслеживается движение товара от производителя к покупателю. На каждом этапе данные считываются 2D-сканером и передаются в единую информационную систему. Продавцам не потребуется устанавливать дополнительного оборудования. Передача данных будет возможна через онлайн-кассу. Но прошла половина июля, и мне, как покупателю, не совсем понятно, я уже могу просить продавца показать мне маркировку или еще нет. Устанавливается такой некий переходный период для обязательной маркировки. Участники системы маркировки должны будут сначала зарегистрироваться в системе, пройти там определенное тестирование. И уже с 1 марта 2020 года запрещается оборот немаркированной обуви. Половина обуви на полках хабаровских магазинах – импортная. Но обязанность маркировки ложится не на зарубежного производителя, а на импортера. Стоимость маркировочного кода составит 50 копеек, а значит серьезного роста цен на обувь, по мнению экспертов, не ожидается. Не повлияет изменение и на покупку обуви за границей для личного пользования. Если физическое лицо заказывает для себя, опять-таки, для личного пользования, обувь на каких-то там иностранных магазинах, то те же самые требования распространяются, что эта обувь не подлежит маркировке. Если это вводится, опять-таки, для личного пользования. В декабре этого года запланировано чипирование парфюмерии, кожаных изделий, верхней одежды, фотокамер, шин и даже постельного белья. Виктория Пильник, Николай Трохин, Смотри Хабаровск.